Древнеримский поэт Виргелий Энеида, первый век до нашей эры Здравствуйте, уважаемые друзья, впрочем, как и недруги нашей передачи В отличие от легковерных жителей Древней Трои, которым донайцы презентовали известную деревянную скульптуру Героям нашей передачи троянского коня никто не дарил Они сами его купили за собственные кровные Впрочем, все по порядку Возвращение Севастополя в состав российского государства Многие легковерные горожане восприняли как некую гарантию того, что теперь в городе Герои все будет исключительно по закону Забыв при этом, что преступность, в том числе и мошенничество является интернациональным социальным явлением А между тем состав совершения подобных правонарушений стар как мир И формально не изменился со времен Екатерины Второй И тогда и сейчас люди, скажем, нечестные действуют по старинке обманом, обещаниями и злоупотреблением доверия Чита Бадоева была первой, которой понравилось рекламное предложение купить квартиру в доме номер 43 по Стрелецкому проезду В 2015 году мы искали себе жилье Я смотрела объявления на сайтах Нашла, которые устраивали у нас по цене, несколько застройщиков Значит, там был на Остряково, уже дома сданы давно Альфа-групп, да И вот этого Мы поехали, там посмотрели, поехали к этому застройщику Документы он нам показал, все было прекрасно У них был хороший сайт Значит, продавал Армада М компания Группа компании Армада М Значит, они назовели, что все замечательно Мы уехали домой думать Потом, ну, обдумывали, обдумывали Эти обещали нам сдать были раньше Они обещали нам сдать в 2016 году Те дольше, там высший дом Мы посмотрели, 39-й дом, он уже был почти готов То есть все было замечательно Ничего нас абсолютно не смутило Не смутило даже то, что застройщики менялись легко, как перчатки Кто застройщика присутствовал? Армада М Физическая лица? Ну, у нас, у нас принимал Мхитарян Степан Гигамович Вот, мы общались с ним Когда мы уже приняли решение покупать у них Оказалось, что мы покупаем ООО, уютный дом ООО Подопригоры, который был тогда директором Я спросила, почему уютный дом, а не Армада Они сказали, что это наш подрядчик Ну, как бы, в принципе, все так работают Да, ну, нас тоже не смутило опять-таки Ну, если и работать, то, скажем так Недобросовестные застройщики Фирмы прокладки существуют в лучшем случае Всего лишь для того, чтобы усложнить Определение должника в гражданском процессе И лицо, виновное в мошенничестве В возможном уголовном производстве Эту схему мы уже описали В выпуске о строительстве группы Мхитаряна Дома на 2-й Равелины Там тоже все начиналось с Армады Правда, в форме жилищно-строительного кооператива Еще один новосел 43-го дома С 2016 года Даниил Бочаров С целью обезопасить себя от финансовых рисков Даже консультировался со специалистами Не помогло? Даже обращался к юристам Проверьте договор, пожалуйста Проверьте на законность Был узаконен участок Была узаконена стройка Застройщик обещал непосредственно предоставить Участок кому принадлежал? Мхитаряну А застройщик кто? Уютный дом А застройщик уютный дом, да И как всегда, когда была непосредственно сделка Когда уже дали договор уже не рыбу А непосредственно готовый договор на подпись Там уже совершенно немного другие лица Мы это мы, это все наше Мы взяли юриста, который действительно разбирается Который компетентный в городе имеет какой-то вес Он пришел, проверил все документы Там ни к чему было не прикопаться Мы очень честно к этому подошли, серьезно И вот что получилось Юрий же мог сказать, что вы покупаете только долю, а не квартиру Нет, в то время мы покупали квартиру, а не долю А не хочу винить коллег в непрофессионализме Но согласитесь, хоть кто-то должен был обратить внимание На разрешенный вид использования земельного участка Учитывая, что его правовой режим предусматривал строительство Исключительно только индивидуального жилого дома Ни о какой чистоте сделок по купле-продаже квартир Не могло быть и речи Построить многоквартирный дом на таком участке, конечно, можно Но с таким же успехом затем его и снести Самовольная постройка является здание, сооружение или другое строение Возведенные или созданные на земельном участке Разрешенное использование которого Не допускает строительства на нем данного объекта Самовольная постройка подлежит сносу Осуществимшим ее лицом, либо за его счет Извлечение статьи 222 Самовольная постройка Гражданского кодекса Российской Федерации Вернемся к зодчеству Собрав следить деньги, построив коробку дома Застройщик повел себя и вовсе по-хамски Появился вдруг мансардный этаж А заодно всплыли, кстати, или не кстати И другие неприятные подробности строительства дома У нас земля не соответствует Что у нас немного квартирная и ЖС Мы начали с ним общаться на эту тему Что теперь нам делать, забирать деньги или как Он нам сказал, что денег не видать Либо вы ждете молча Либо, если вы куда-то идете, ничего вам не будет Просто найдитесь и ждите Ну, естественно, все молчали Молчали, потому что деваться было некуда Для многих это жилье является единственным в Севастополе Ольга Анатольевна Чижевская, мама четырех деток Приобрела здесь квартиру еще в 2015 году Однако до сих пор так и ютится В неустроенном жилье в одном из садовых товариществ В 2015 году жилье мы приобретали через агентство недвижимости Еще было у Аркада М Аркада М располагалась гостиница Украина Вот, это Ушакова 2 На площади Ушакова Ничего не предвещало, что мы останемся все-таки, можно сказать, без жилья Почему? Потому что, когда мы приобретали, нам говорили, что вы получите четко квартиру Вот, так как мы проживали на СТ, когда нету зимой ни воды и с электрическим проблемой Это была единственная возможность улучшить, скажем, жилищные условия Практически единственное жилье Да, практически единственное, потому что живем на СТ Ну, а сами понимаете, что такое садоводческое товарищество На Руси, говорят, вода камень точит Вот и горемычные жильцы дома на Стрелецком спуске 43 В конце концов достали Хитаряна ежесним требованием о юридическом оформлении сделки купли-продажи квартир В конце концов договор отчуждения был заключен С продавцом дома, коим оказался некто Максим Кузьменко И здесь жители ждало еще одно разочарование Вместо квартир они получили какие-то доли в этом доме И в 2018 году он нам квартиры не дал А сказал, вот берите то ли, иначе ничего Некоторые у нас отказались Вот на первом этаже они сначала отказались А потом бегали за ним в течение года И просили дать хотя бы это То есть они надеялись, что ему квартиру дадут Ну вот как бы так застройщик исчез Он не общается с нами Ну скажу я вам, уважаемые жильцы 43-го дома Застройщики с вами поступили по их, очевидно, понятиям еще гуманно На второй Равелиной 24 покупатели не получили и доли в имуществе, оплаченном ими сполна Более того, как и в вашем случае, юридический собственник дома Все тот же Максим Кузьменко Не только не удосужился оформить отчуждение им долей Но сумел перепродать дом на второй Равелиной вместе с жильцами оптом еще раз Кстати, уголовное дело по этому поводу, возбужденное по факту мошенничество, естественно, продвигается Но продвигается, учитывая очевидность противоправных деяний, уж очень медленно Но, как говорится, сколько бы веревочки ни виться Впрочем, вернемся в район авторынка Впоследствии оказалось, что получить доли вместо квартиры, это еще полбеды Надвигались неприятности еще более масштабные В 2020 году подали иск о сносе департамент городского хозяйства Пошел обычный процесс И пройден был суд, Гагаринский суд прошел Суд удовлетворил, да, на снос И вот последний суд был апелляционный Все осталось в силе тоже под снос Что делать дальше, не знаем Хотим достучаться к губернатору Еще до начала претензионно-исковой работы в 2019 году Департаментом городского хозяйства В результате обследования дома и земельного участка По строительскому проезду 43 Было установлено несоответствие использования земельного участка Построенному на нем многоквартирному дому А сам дом, естественно, был признан самовольной постройкой Это в дальнейшем, в 2020 году, подтвердилась судебная экспертиза Проведенная специалистами Севастопольской лаборатории Судебных экспертиз Министерства юстиции России Эксперты констатировали тот факт, что многоквартирный дом Построен в нарушениях родостроительного плана земельного участка Вид разрешенного использования которого Не предусматривает размещение на нем многоквартирного дома Без изменения разрешенного вида используемого участка Более того, дом, по мнению эксперта, представляет угрозу Жизни и здоровью горожан Ну а коли так, то и требование о сносе объекта к обстрое Является сомневимым с нарушениями, допущенными при его строительстве Как вы поняли, из суд первой инстанции коллеги городского суда Заняли единую правовую позицию Признав дом самовольной постройкой И предложив его собственникам снос за их же счет Правда, мы придерживаемся иной правовой позиции Так как считаем, что в данном случае Горемычных обитателей 43-го дома Нельзя было считать надлежащими ответчиками Ибо дом они купили на вполне законных основаниях И являясь добросовестными приобретателями Естественно, застройщиками по смыслу 222-й статьи Гражданского кодекса быть не могли В истории с домом номер 43 на Стрелецком проезде Возник своеобразный нравственно-правовой тупик Я бы так сказал Признав его строительство законным Зарегистрировал право собственности И разрешив его эксплуатацию Государственные органы через три года Меняют правовую позицию на противоположную Дом выстроен незаконно и подлежит сносу его собственниками Однако, причем тут добросовестные приобретатели Этого жилья, которые его купили, совершенно легально И здесь государство, слава богу, по инициативе нашего президента Встало таки на защиту таких же собственников С 1 января 2020 года в Гражданском кодексе Появился пункт 6 статьи 8 со значком 1 Посвященный госрегистрации права на имущество Который был дополнен указанием на то Что приобретатель недвижимости Полагавшийся при ее приобретении На данные ИГРН Признается добросовестным В нашем случае это означает Что собственники 43-го дома В праве обратиться В рамках статьи 304 Гражданского кодекса С требованием устранения Всяких нарушений их права Хотя бы эти нарушения не были Соединены с лишением владения То есть потребовать от госорганов Субъекта, то есть Севастополя Устранение ими же обнаруженных нарушений Смешно? Скорее грустно Правда возникшая правовая коллизия Разрешается весьма и весьма просто И об этом хорошо знают и судьи И чиновники Самовольная постройка подлежит сносу Или приведению в соответствии с параметрами Установленными правилами землепользования И застройки Документация по планировке территории Или обязательными требованиями К параметрам постройки Предусмотренными законом Извлечение статьи 222 Самовольная постройка Гражданского кодекса Российской Федерации Все это можно было решить В рамках мирового соглашения Между ИСОМ и ответчиками Кстати, первыми инициировали Такой правоприменительный акт Сами жильцы злополучного дома Сразу после вердикта Суда первой инстанции На что тогда же В феврале текущего года Получили однозначный отказ Отказ однозначный, но не окончательный Ведь дорожную карту По сохранению жилища этих горожан Начертали даже специалисты Севастопольского бюро судебных экспертиз Она весьма проста Во-первых, сменить вид разрешенного Использованной СЖС На вид разрешенного Использованной среднеэтажной застройкой Это, кстати, позволяет И пятно застройки В районе авторынка По действующему ныне Генплану 2005 года Но, во-вторых, выявленные Нарушения противопожарной безопасности Устраняются легко Путем установки в квартирах Автоматической системы пожаротушения На что жильцы, конечно же, согласятся Тем временем герои нашей передачи Не прекращают хождение по инстанциям С целью отстоять свое конституционное право Пытаемся попасть к нашему губернатору И постоянно, когда мы записываемся Лично последняя запись была Уже мной сделана во время апелляции А вот нас опять отправили Просто в департамент архитектуры Где там же нам говорят Нет, мы вас будем сносить А с кем есть департамент архитектуры В которой вы общались? С Жукаловым Что он все равно нас носит? Он говорит, что да Это только будет волевое решение губернатора Оставлять ваш дом Это четко его слова И все же жильцы 43-го дома Надеются на счастливый случай И благоприятный исход дела Поэтому у нас остается одна только просьба Уважаемый Михаил Владимирович Помогите нам отстоять Наше единственное жилье Я инвалид Не знаю, где я буду жить Пенсионерка С такой смешной пенсией 12 тысяч рублей Можете проверить Как нам быть? И одна только у нас надежда На губернатора нашего города На сегодня это вся информация В заключение хотелось бы верить Что судьба персонажа этой передачи Не повторит судьбу героя Эпической поэмы Вергилия Энея И им не придется бежать Из собственного дома Но автор программы Не повторит жизненный путь пророка Лакуана Который предупреждал жителей Трои Воздержаться от подлого подарка Но для тех страждущих Которые не вняли древнему Этусу надо привести Иную и современную поговорку Бесплатный цирк Только в мышеловке Или слова Юлиаса Кучика Люди, будьте бдительны А у меня на сегодня вся информация Всем самого доброго Берегите себя и свои семьи Честь имею Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok